Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, если переводить инфламатрию на русский язык, то получится отечно-инфильтративная форма. Сколько больных мы можем ожидать в год в России? Отечно-инфильтративная форма рака молочной железы, она отдельно не учитывается. Мы можем только сказать, что, наверное, больше половины рака молочной железы третьей стадии. Представлена тем или другим вариантом отечно-инфильтративной формы. Либо это истинная отечная форма, когда мы не можем найти первичную опухоль в отекшей молочной железе, либо это узловая форма, когда мы видим и узел, и отек кожи. Основной клинической особенностью отечно-инфильтративной формы является, конечно, стопроцентная системность этого заболевания. Здесь представлены довольно немного больных раком молочной железы из онкологического научного центра, у которых был отек кожи и которые не получали системной терапии. Здесь в качестве лечения было только местное лечение, либо операция, либо сочетание операций с лучевой терапией. И как мы видим, в 100% случаев возникает возврат болезни за 10 лет. Это Хаггинсон. Я не думаю, что вы раньше видели его портрет, потому что, когда я начал его искать, я искал его примерно два дня, но все-таки нашел. Известный человек, который предложил критерии на операбельности при местно распространенном раке молочной железы. Но тех больных, сведения о которых приведены в таблице, он оперировал не сам. Это были больные, которые оперированы в той больнице, куда он пришел работать, в начале прошлого века. То есть за 100 лет и 100 лет назад это была такая же агрессивная форма болезни. Вот посмотрите, пожалуйста, две верхние строки. Это первая строка, узловая форма с отеком кожи, который занимает больше 1,3, 51 больная. И истинная отечно-инфильтративная форма рака, 25 больных. Суммарно получается 76. То есть из этих 77, 76 случаев отечно-инфильтративной формы рака. Посмотрите, пятилетняя безрецидивная выживаемость во всех случаях 0%. Местно-регионарный рецидив в одном случае 60,8, в другом случае 60%. Вот это, так сказать, биологическая характеристика этой болезни. И формулировку операбельности, которую Хагинсон предложил, я ее всегда вспоминаю, она, на мой взгляд, очень важна для выбора тактики, когда можно человека оперировать. Операбельность перераки молочной железы подразумевает не просто техническую возможность полного удаления опухоли, но возможность достижения с помощью операций стойкого местно-регионарного контроля болезни. Исходя из этой формулировки, понятно, что если за 5 лет 60% рецидивируют местно, то это абсолютно иноперабельные больные. И альтернативой операции в то время была только лучевая терапия. И Хагинсон приводит сведения, что средняя продолжительность жизни при проведении чисто лучевой терапии таких больных было 40 месяцев, а тех, кого оперировали, было 33 месяца. И естественным был выбор в сторону отказа от операции и проведения таким больным лучевой терапии. Это мой учитель Ольга Владимировна Светухина. Она работала существенно позже Хагинсона. И в то время уже появились возможности для системной терапии рака молочной железы. И естественным выбором было проведение на первом этапе предоперационной химиотерапии в онкологическом научном центре, как мы видим из этих слайдов, предоперационная химиотерапия местно распространенного рака молочной железы уже начала проводиться с 60-х годов. А что это, так сказать, из темы доклада, то, что было раньше и то, что сейчас, что новое в лечении отечно-инфильтративной формы, которая является одной из частей местно распространенного рака молочной железы. Здесь известное исследование из Института онкологии имени Петрова, когда проводилось сравнение предоперационной терапии у больных люминальным раком молочной железы. И было показано, что химиотерапия у этих больных по схеме АТ, то есть доксорубицин и токсотер, она совсем не уступает по клиническому непосредственному эффекту ингибиторов ароматазы. А сегодня мы слышали, Владимир Федорович подчеркнул тот факт, что группа больных, у которых лечение было начато с ингибиторов ароматазы, они имеют преимущество и по показателям выживаемости. Больше всего новостей, позитивных новостей, конечно, в группе больных, которые являются хер-2 позитивными. Вот это опять исследование новых, на которые сегодня уже ссылались очень много раз. И я хочу подчеркнуть, что оно имеет, что добавление тростозумаба в предоперационную терапию больных ракомолочной железы существенно повышает вероятность полного морфологического регресса и улучшает результаты отдаленные. Исследование нео-альта, тоже касательно хер-2 позитивного рака молочной железы. Посмотрите, когда предоперационно сочетают поклитоксел с тростозумабом и добавляют лопотиниб. Еще больше повышается частота полного морфологического регресса, 51%. И эти хорошие результаты, они переходят и на повышение трехлетней безрецидивной выживаемости. Неосфера исследования, при котором изучалась эффективность тростозумаба в сочетании с химиотерапией и других таргетных препаратов. Ой, извините, в частности здесь исследовался дополнительно пертузумаб. Замечательный эффект предоперационной химиотерапии с полным морфологическим регрессом в 46% случаев, самый высокий среди сравниваемых здесь групп. Исследование гепарквинта. Это сравнение химиотерапии, включающей тростозумаб, против группы, которая включала лопотиниб. Но вот лопотиниб не показал каких-либо преимуществ перед добавлением тростозумаба. Это уже группа больных с тройным негативным раком молочной железы. Мы знаем, что это очень разнородная по биологическим характеристикам группа больных, у которых, соответственно, и очень по-разному бывает эффективность химиотерапии. В каких-то подгруппах это чрезвычайно чувствительные опухоли, в других подгруппах это абсолютно нечувствительные группы. И вот здесь из новостей я могу привести добавление бевоцезумаба к предоперационной химиотерапии. У больных с тройным негативным раком это повысило вероятность достижения полного морфологического регресса, но это никак не отразилось на показателях безрецидивной выживаемости. Здесь приведены суммарные характеристики предоперационной терапии, рекомендации, которые давали эксперты Сангалина, начиная с 2011 по 2015 год. Их уже повторяли неоднократно, я это пропущу. Вот замечательная новость, касающаяся в том числе и больных с отечной инфильтративной формой ракомолочной железы. После чрезвычайно эффективной предоперационной химиотерапии, включавшей тростозумаб, пяти больным с отечной инфильтративной формой была выполнена органсохраняющая операция и отсутствие локальных рецидивов, по крайней мере за срок наблюдения 3 года. Здесь опыт М.Д.Андерсон-центра. Отсутствие различий по критерию Т1, Т2, Т3, Т4 первичная опухоль не имело влияния на вероятность развития местного рецидива после органсохраняющих операций. Но в этом исследовании исключались больные с отечной инфильтративной формой. Оказалось, что то, что характерно для отечной инфильтративной формы, а именно лимфопаскулярная инвазия, она очень существенно повышает вероятность местного рецидива при органосохраняющих операциях. Корейский опыт. Здесь уже показано, что при Н3 по сравнению с Н2 существенно повышается вероятность местно-регионарного рецидива. При сравнении третьей стадии со второй у них получается, что в 9 раз выше вероятность рецидива именно в молочной железе. Но эти исследователи также исключали пациентов с отечной инфильтративной формой рака. Вот посмотрите, это опыт Московского института онкологии имени Петра Александровича Герцена. В данном случае я ссылаюсь на докторскую диссертацию Эрика Карловича Саребекяна. Вы знаете, наверное, что они предложили в связи совершенно с неудовлетворительными результатами по местному рецидивированию больных, которых они оперировали в объеме стандартной радикальной мастектомии, а именно за 5 лет 36% местных рецидивов. Ими было предложено выполнение так называемой радикальной расширенной мастектомии, которая отличалась от обычной радикальной мастектомии тем, что кожный разрез проходил примерно на 5-10 см в стороны от видимого контура молочной железы. Такая объемная операция позволила сократить существенно частоту местных рецидивов до 11%. Ну вот я хочу напомнить о том, что в то время, когда операция была почти единственным вариантом лечения, собственно, техника выполнения радикальной мастектомии, она как раз и подразумевала тотальное иссечение кожи. Кожный разрез проходил по контуру выступающей части молочной железы. Вот так, как здесь написано на рисунке, нарисовано на рисунке. И в большинстве случаев приходилось делать свободную кожную пластику. Готовясь к этой конференции, я посмотрел результаты лечения именно вот с такой техникой и тотального иссечения кожи при выполнении радикальной мастектомии у больных отечно-инфильтративной формой, которых мы оперировали в 2007 и 2009 году. Во всех случаях пациенты получали эффективную химиотерапию или эффективную гормонотерапию. И лучевая терапия также применялась во всех случаях, либо до операции, либо после операции. Тут не полностью прослеженная группа больных. Мы не имеем из этих 51 больной, мы не имеем данные о 12 больных. Но из тех, кого мы проследили, мы не видели при такой тактике и при такой технике каких-то местных рецидивов. Конечно, они появятся. Но вот исходя из таких результатов, я не считаю, что нужно объем иссечения кожи раздвигать дальше, как это и рекомендовалось в работе, исходящей из Института онкологии имени Петра Александровича Герцена. Но даже при отечно-инфильтративной форме можно вполне выполнять первичную реконструкцию. Это ретроспективный анализ наших больных, где мы сравниваем выполнение первичной реконструкции. Примерно треть больных здесь была рака молочной железы третьей стадии. И, наверное, процентов 20 имели именно отечный вариант болезни. Вот это вот кривые безрецидивные выживаемости и кривые общие выживаемости. Они сплелись, как пара змей. И факторный анализ говорит о том, что выполнение первичной реконструкции никак не влияет на рецидивирование болезни. Это пример того, что больная первичной отечно-инфильтративной формой после эффективной терапии была выполнена операция с тотальным иссечением кожи. Здесь большой круговой разрез. Ну и дальше трэмлоскут. Нужно сказать, что вот сейчас у нас выполняется работа, в которой анализируется опыт онкологического центра по выполнению первичной реконструкции, в том числе при раке третьей стадии. У нас получается, что использование силиконовых имплантов для первичной реконструкции в условиях проведения химиолучевой терапии приводит к потере импланта и полной потере косметичности в 43% случаев. Для этих больных мы считаем возможной реконструкцию только трэмлоскута. В заключении я хочу сказать, что мы должны и от старого, и от нового брать самое лучшее. От старого тактика. Во-первых, отечно-инфильтративная форма – это стопроцентная системная болезнь. Спасти этих больных может только эффективная системная терапия, которая должна быть первым этапом лечения. Все остальные моменты очень сильно зависят от эффективности системной терапии. Если мы получаем эффект от системной терапии, это значит, что мы можем вылечить больную. Если мы не получаем эффекта от системной терапии, то больная, в принципе, инкурабельна. Исходя из этого, мы можем и оперировать в том случае, если достигается эффект. В обязательном порядке больным проводится лучевая терапия либо до операции, либо после операции. Замечательные разработаны новые методы системной терапии, которые все самые эффективные должны быть использованы как на дооперационном этапе, так и в обязательном порядке в плане адъювантной терапии. Относительно органно-сохраняющих операций, это очень интересное направление, которое, конечно, базируется на чрезвычайной эффективности системной терапии. И мы должны дальше присматриваться к этому методу лечения. И еще второй вопрос, который очень интересен и, возможно, будет перспективно решен. Ограничение объема лимфоденоктомии. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Михайлович. Спасибо. 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 Спасибо.